Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Добрый вечер в Украине 20.00 в эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Правда сейчас в Раде она заботится о топливе и энергетике в профильном комитете. В другом комитете региональной политики еще претендент в Минздрав должность потихоньку примеряет. Я как любой человек сам себе нравлюсь и поэтому думаю что это касается каждого. Считаю что имею достаточный для этого потенциал и опыт. А уж решать будет сейчас фракция, дальше коалиция. В блоке Порошенко говорят претензии у них еще как минимум к трем министрам. Вице-премьеру Кириленко, главам МВД Авакову и Минэкономики Абрамовичу Су. Аваков еще политично небезопаснейший и плюс до всего того, что уже писалось про оборудки его отточения, про истории с несплатной податкой, про чеботаря, которые так и не были расследованы и так далее. Поэтому я думаю что для отставки Авакова на самом деле больше подставки. Был головой фракции озвученный механизм, звит министра на профильном комитете. Потом запрошение министра, до которого есть вопросы, на фракцию. И потом после обговорения фракция выозначается. В других же фракциях коалиции ни претендентов, ни кандидатур не называют. Да и риторика у них иная. Наша пропозиция – новый пример. Если Рада коалиции акцептуется, тогда в дискуссиях кто это человек будет. Если Рада коалиции принимает, что это новый пример, то будет совсем иную вопрос. Потому что предложить министрам без премьер-министра – это абсурдно. Для Батьковщины сегодня главное, кто будет головой уряда. И после этого мы будем принимать решения. Або мы принимаем участь, або мы подаем кандидатуры, або мы будем в коалиции помогать. Но главная повестка дня сегодня – изменения в Конституцию в части правосудия. Пока в зале говорят о судейской коррупции, в кулуарах о коррупции депутатской. Нардеп, известный больше как Казак Гаврилюк, рассказывает, как избранникам по полмиллиона долларов давали за принятие бюджета. Но бороться народные избранники решили только с коррупцией в судах. В первом чтении изменили Конституцию. Правки предусматривают отмену судейской неприкосновенности и назначение служителей Эфемиды новосозданным Высшим Советом Правосудия. Без изменений Конституции нардепы не могли закрыть сессию. Поэтому, проголосовав, дружно спели гимн и дали старт работе уже новой, четвертой сессии. Медицинская карьера претендента от БПП на главный пост в Минздраве была стремительной и быстротечной. Мединститут и пара лет работы в скорой помощи. И хотя Гончаренко сам себе очень нравится, его кандидатура уже вызвала немало споров. Мы должны отойти от партийно-клотных призначений непрофессионалов. Очень большие вопросы к самого пана Гончаренко. Можливо, он и хорошая человек, но как профессионал он не знаменит ниже к человеку в системе охраны здоровья. У меня есть большие сумнёвы о профессиональных качествах в охране здоровья пана Гончаренко. Я не знаю, он хоть кого-то врятовал, хоть кого-то вылечил. Все медики знают такую давню латинскую приказку. Пер аспера ад астра через терни дозірок. Практично кожен медик перефразовує таким чином. Пер ректум ад астра через дупу дозірок. Ну, напевно, нам треба так зробити в медицине, щоб всім було зрозуміло, що відношення можновладців держави, відношення тих, хто пропонує подібні кандидатури до медицины. І треба призначити, треба затвердити, щоб було зразу всім зрозуміло абсурдні ситуації. Уже ближе к вечеру, после информационной бури вокруг кандидатури от БПП, у себе на страниці в Фейсбук лідер фракції Юрий Луценко поспешив от них откреститься. Никаких решений о выдвижении на должность министров фракция не принимала, как, собственно, и об отставке министров. А всего лишь выдвинула семерых претендентов для дискуссии. Но общественная реакция, по словам Луценко, свидетельствует о том, що вчерашне обсуждення було поверхностним і легкомысленним. Один із кандидатів на вулет із Кабмина – це міністр здравоохранення Александр Квиташвили. Он не спешит комментировать ні свою возможну відставку, ні претендентов. Но обмолвився, якщо його уйдуть, то хотелось би остаться в Україні. В Грузі я вряд ли поеду, но вообще моя відставка не була принята с іюля, так що, честно говоря, я не знаю, какой там статус чисто легальний, юридический. Хочу здесь быть, багато дуже інтересних проектов, і посмотрим, як це... Ну, я ніколи нічого не планирую так в життя на голову сваливати, так що я думаю, що він буде свалитися, який оставит мене в Київі. Ну, пока вокруг Квиташвили возникают новые скандалы. В СМИ всплыло письмо замминистра в адрес главы ведомства. Он предлагает лечить больных гриппом, просроченным томифлю. Правда ли это і чем сейчас реально лечат пациентов в Україні, выясняли наши корреспонденты. Тернопільская районная больниця. За последнюю неделю около 800 обращений с подозрением на ОРВИ. Такой препарат, как томифлю, в больнице є, але всього 2 упаковки. Срок годности истекает в августе. Саме тут у нас є, так, невідкладна допомога. Тут у нас є тамифлю, тут у нас є цитилсаліцилова кислота, парацетамол, мифенамінова кислота. Згідно розподілу департаменту охорони здоров'я на всі райони, в тому числі на наш район, було виділено відповідна кількість препаратів, які розподілені по закладах і використовувалися при потребі. Пацієнтам этой больниці можна сказати повезло, вони получили непросрочений препарат. А могло быть інакше. В СМИ попало фото документа. Замминистра здравоохранення напоминає своєму шефу, міністру, що на складах храняться 107 тисяч упаковок томифлю, закупленних ще правительством Тимошенко. Із них тільки 2 тисячі можна употребляти до августа 2016 року. У остальних срок годності істек. Іх чиновник предлагає передати в регіони на добровольній основі. В департаменті здравоохранення Тернопільської ОГА уверяют, просроченних лікарств в області нет. Говорят, последні несколько місяців від Министерства здравоохранення Тиміфлю не получали, тільки гуманитарку від Всемирної організації здоров'я. Предлагаєм чиновнику ознакомитися з письмом замминистра. Документом заінтересовались і в Ассоціації защити прав медоработників. Документом проти свого народу, тому що взагалі обіг протермінованих препаратів, в тому числі лікарських, є катерично заборонен. Препарат є достатньо першодорговарністю, і, по-друге, він має так само, як і будь-які побічну дію, і ми не знаємо, як він буде протермінований діяти. Сам міністр здравоохранення називає інформацію о том, що просроченний Тиміфлю планирують відправити в регіони фейком. Це неправда, і пусть закінчують ці спекуляції. Чому ми будемо роздавати просроченні лікарства? Зачем це потрібно? Коли є запаси, і ще додаток, можна купити елементарні. Правда, в аптеках препарат не продаётся, а в лечебницах он на исході. Ми сьогодні проверили на складах Тернопільской городської клінической больниці ні одній упаковки Тиміфлю. Всё израсходували, а епідемія в розгарі. Що ж касається предложення отправити просроченний препарат в регіональні больниці, то оно всё-таки було, і це підтвердили в самому міністерстві. На сайте роз'яснення – це була внутрення переписка. В то же время, все упаковки просроченого препарата до сих пор на складах Укрвакцины. Как долго вони там остануться і почему до сих пор не утилизовані, в міністерстві не говорят. Егор Логинов, Жанна Дучак, Станислав Кухарчук і Максим Кирилєв, телеканал «Интер», Тернопіль. Свою порцію претензій получил і міністр внутрінних дел, от гражданских активистів. В його ведомстві вони нашли просроченнюю переаттестацию начальника нового департамента противодействия наркопреступності Ільї Кивы. Какими новими скандальними подробностями обрастає стремительне продвиження по кар'єрной лістнице главного борця с наркопреступністю? Расскажут наші корреспонденти. Начальник департамента противодействия наркопреступності Ілья Кива допускає нарушення милиції закона. Об этом він заявив в ефірі Громадського, после скандала вокруг известного арт-клуба. Допускаєте ли ви внесудебне решення якій-то проблеми, якщо нельзя наказати преступника по закону? Давайте назовем це внесудебне розправа. Не завжди закон дає можливість сохранити мораль. Тобто ви допускаєте внесудебне наказання? Я, конечно, допускаю. Такі слова главного борця с наркопреступністю підтверджують і подробності обысків в столичному клубі «Клоузер» в середі декабря року року. Тогда більше ста человек обратились в милицію, заявив о насилии со стороны правоохранителей под руководством Кивы. Несколько человек попали в больницу. Однако сам начальник департамента себя виновным ни в чём не считает. Во время пути не обращай внимания на пыль, которая падає на твої ботинки. Комментарії Ільи Кивы на Хромадському уже вызвали шквал гнева у інтернет-пользователей. Так, известний волонтёр і журналист Тимур Златкин потребував разобраться, за які заслуги. Министр внутренних дел Арсен Аваков присвоил человеку с улицы, ни дня не прослужившему в армии, звание подполковника. Я обвиняю, обвиняю Ілья Кива во вранье. Все його заслуги в Дебальцево состоят в том, что он отправил крас по улицам собрать трупы, дабы они не мозолили глаза светлому губернатору, пока тот посещает с рабочим визитом город. Ілью Киву хорошо знают гражданские активисты в Полтаве. Именно там, ещё до стремительной карьеры в органах, он был осуждён за крупную взятку, будучи замом начальника управления защиты прав потребителей. Однако после присвоения ему звания, судимость неожиданно сняли. До пана Авакова у Киев ездила группа активистов, собирали подписи представников громадских организаций, на той час подписались больше 25 организаций, але реакции мы ніякої не відчули. У него диагноз, який не позволяет працювати в данных установах. Согласно документам, которые предоставили активисты, Илье Киве поставлен диагноз шизофрения и апелепсия, и вторая группа инвалидности ещё в 2012 году. Именно с заболеванием многие и объясняют его призывы на Фейсбуке расстреливать всех, кто въезжает и выезжает из оккупированных территорий. А этот пост Кива, тогда замначальника милиции Донецкой области, разместил сразу же после трагической гибели 8-летней девочки в посёлке Константиновка Донецкой области. За месяц до этого он получил от министра Авакова новое звание и наградное оружие. Проверить состояние начальника департамента противодействия наркопреступности должны были ещё до 1 февраля на переаттестации. Однако до сих пор он её не прошёл. Кто вы пройти полиграф? Конечно. Ничего себе. А полиграф готов пройти меня? Запрос о том, почему Кива до сих пор не переаттестован, мы отправили в МВД ещё на прошлой неделе. Однако там молчат. Как и о том, насколько продвижение по службе главой МВД Аваковым человека с криминальным прошлым и возможным психическим расстройством соответствует реформе органов внутренних дел. Оксана Григорьева, Леонид Аборин. Подробности. Телеканал Интер. В Киеве взорвали машину адвоката, подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины. Это произошло среди бела дня возле Соломинского райсуда. Андрея Федуров в момент взрыва в машине не было. По словам очевидцев, взрывное устройство выбросили из проезжающих мимо «Жигулей». Сам адвокат связывает происшествие со своей профессиональной деятельностью и конкретно со скандальным делом Бузины. Расследованием занимается столичная полиция. Пока никаких подробностей они не сообщают. Сейчас не могу, не скажу ничего. Это очевидно связано исключительно с делом убийства Бузины. Ведутся слежка за другими участниками этого процесса. Я надеюсь, мы в ближайшее время даже сможем этому предоставить доказательства. Запрещенное минскими соглашениями оружие продолжают применять боевики в зоне АТО. Уже завтра из-за постоянных обстрелов временно закроют пункт пропуска на оккупированной территории Зайцева. Это недалеко от Горловки. Все подробности мы узнаем от Ярослава Кречка. Подступы к Горловке остаются сейчас одним из самых напряженных участков на линии соприкосновения. Боевики продолжают обстреливать украинские позиции с минометов, в том числе и с тяжелых минометов 120-го калибра. Четвертые сутки подряд вечером и ночью украинские военные на этой позиции наблюдают за работой артиллерии боевиков в сторону Майорска и Зайцева. Не меньше трех-четырех часов мы наблюдаем зарево выстрелы с минометов. Приблизительно в той стороне работают сражеские минометы. Пока боец с позывным Юнга рассказывает о постоянном перемещении минометов противника, по соседним позициям боевики открыли огонь из пулеметов. Стрелка дня, пулемет, автомат. Бывает СПГ, бывает АГС. Подползают нам потихоньку и простреливают наши позиции, надеясь, что шальная пуля кого-то зацепит. Свежие дыры в белых мешках с песком. На крайнем посту военных подтверждают, противник стреляет прицельно. Стоит пост. То есть теоретически этот пост должен обозначать, что это линия размежевания. Согласно минских договоренностей, мы стоим здесь, вы стоите здесь, а там наверху нехай разбираются. А они стреляют. А они не по... Вот именно по белому. Это мои близняшки. Это моя Зиночка. Вот это моя красотулька. Так ласково боец с позывным Немой называет свою «Зенитку». В ответ на мелкие провокации она молчит, но оружие в готовности, как и крупнокалиберный пулемет с установленной оптикой. Стрельба по кустикам, по ежикам, это, конечно, красиво, но для меня это трусость. Трусость по одной простой причине. Ну, я не вижу, куда я стреляю. Я отвечаю только потому, что я вижу. Активизация боевиков в районе Горловки совпала с внутренним конфликтом бандгруппировок. В соцсетях активно писали об уничтожении 29 января банды «Троя», которая раньше противостояла украинским бойцам на этом участке фронта. «Насколько у нас есть сведения, это российские наемники, это трое, беспредельщики, бывшие бойцы всего, чего только можно. Вот они не поделили, что это с местным МГБ, с Захарщенко в частности. Мы сидели на деревьях с сухариками, наблюдали, как они друг друга уничтожают». И уже завтра из-за постоянных обстрелов боевиков по решению штаба АТО будет временно закрыт пункт пропуска на оккупированные территории Зайцева. Ярослав Кречко, Вадим Ревун и Анатолий Воробей. Подробности – телеканал «Интер». Ситуацию на востоке Украины уже на следующей неделе в Париже будут обсуждать. Там состоится очередное заседание «Нормандской четверки», об этом сообщает прислужба президента Украины. Встреча пройдет на уровне министров иностранных дел. Подробности предстоящих переговоров Петр Порошенко обсудил накануне с Ангелой Меркель в Берлине. В последний раз «Нормандская четверка» встречалась в конце декабря на уровне лидеров государств. Тем временем Ангела Меркель снова призывает Россию использовать свое влияние на боевиков и способствовать урегулированию ситуации на Донбассе. Накануне канцлер Германии общалась с Владимиром Путиным по телефону. Как рассказал пресс-секретарь правительства Германии Штефен Зайдберт, речь шла об окончательном прекращении огня и обеспечении доступа наблюдателей ОБСЕ во все районы зоны АТО до самой границы с Россией. И Путин, и Меркель согласны, что минские соглашения должны выполняться и выполняться полностью. Защиту границ самой Германии активно обсуждают в этой стране. Как предлагают обороняться от нелегалов лидера одной из местных полицил и почему это заявление уже вызвало волну протестов. Татьяна Лагунова подробнее. Это видео снял и опубликовал в соцсетях один из жителей Мюнхена и в деталях описал, что произошло. По словам Тома Рота, несколько дней назад, около полудня, он стал свидетелем драки в метро. Все началось с того, что молодой парень в восточной внешности пристал к одной из пассажирок. Когда девушка отказалась с ним говорить, тот силой ударил по окну вагона. Двое пожилых мужчин сделали парню замечание, после чего завязалась драка, к которой подключились товарищи хулигана. Вот как это было. Насколько достоверно это видео, сказать сложно. Страница пользователя Тома Рота абсолютно пустая. Нет ни фото, ни информации о себе, ни других постов. Полиция Мюнхена, впрочем, сообщила, запись видели, изучают, будут искать зачинщиков драки и выяснять, беженцы они или нет. Впрочем, шокировало немцев не только это видео, но и заявление собственных политиков. Из крайней правой партии Альтернатива для Германии. Лидер этой политической силы Фрауке Петри заявила, по мигрантам, которые пытаются нелегально пересечь немецкую границу, нужно стрелять. Об этом Петри сказала в интервью одному из немецких изданий. Мол, мира крайняя, и она противница применения оружия, но если есть такая необходимость, полиция должна открывать огонь. Дикость и безумие, заявили представители всех остальных политических партий. Я думаю, уже понятно, что альтернативой для Германии должно заняться ведомство по защите Конституции. Партийная верхушка говорит о применении огнестрельного оружия на границах. С теми, кто активно призывает к насилию, к применению оружия против невинных, против беженцев, нужно бороться всеми методами. За дело уже взялись юристы. Адвокат из Ганновера подал заявление в полицию. Он обвиняет лидера альтернативы для Германии в разжигании межнациональной розни. Татьяна Лугунова, Павел Лысенко. Подробности немецкое бюро телеканала Интер. Вы смотрите подробности, и вот что у нас во второй части. Украину ждет масштабная судебная реформа. Президент назвал принятие Верховной Рады в первом чтении поправок в Конституцию в части правосудия историческим моментом. Это позволит перезагрузить судебную систему в соответствии с европейскими нормами. Об этом Порошенко заявил на встрече с главами парламентов Балтии и Северной Европы. В первой истории Украины 7,5 тысяч судей, все без выключения, пройдут процедуру оценивания. Это беспрецедентная акция, которая позволит выявить коррупционеров, непрофессионалов. Это значимым украинским подальшим кроком в комплексных реформах по подоланию коррупции в нашей стране. И сегодня Конституционный суд зарегистрировал представление оппозиционного блока. 45 нардепов просят судей разобраться, законно ли решение Рады назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта. Сегодня закон о перевыборах вступил в силу. Оппозиционеры говорят, что депутаты приняли это решение, нарушив процедуру голосования и Конституцию. Центральная избирательная комиссия установила, что выборы законны, но Верховная Рада из-за политических каких-то игрищ, которые, понятно, озвучились много раз, был принят данный закон. Мы считаем, что он не Конституционный. Я уверен, что Конституционный в ближайшее время хотелось бы такой же оперативности, которая была по судебной реформе. Мы хотя бы надеемся, что это произойдет в течение двух недель. Второй день подряд студенты протестуют в Черновцах. Учащиеся финансово-экономического университета собрались возле обладминистрации, где как раз проходила сессия облсовета. Молодые люди требуют не закрывать их вуз. Такое распоряжение Кабмин принял 20 января. При этом ни студентов, ни преподавателей в известность не поставили. Они убеждены, что после реформирования их группы разделят, преподавателей уволят, а стипендии отменят. От депутатов пикетчики требовали принять обращение к президенту и Кабмину, отменить распоряжение о реорганизации вуза. Депутаты студентов услышали и поддержали большинством голосов. В самом же министерстве отказываться от своих планов, похоже, не собираются. Никто не собирается с завтрашнего дня что-то руйнувать, кого-то вставлять на улицу, делать какие-то другие заходы. То, что это говорят некоторые люди, это их точка зрения, но это не так, и никакой практики в этом нет. Сегодня мы отстоим свой родный университет. Пока решения не скасуют, мы будем стоять, выходить, пикетовать, висловливать недоверие всем чиновникам. Отстаивать права решил и закарпатский губернатор Геннадий Москаль. Он подает в суд на Мукачевский горсовет. Камнем преткновения стали городские профтехучилища. Чего требует губернатор, от чего открещивается Мукачева, и как казенное перетягивание каната повлияет на судьбу студентов? Подробнее Марина Коваль. Этот профтехлицей в Мукачеве готовит трактористов, слесарей, электриков, водителей и официантов. Всего около 600 учащихся. Но сегодня преподаватели собрались обсудить не учебную программу, а зарплату. Вернее, ее отсутствие. За сечение месяца не аванс, не зарплату не отримали. И в ближайший час сказали, не ждать, не знают ничего. А платить нужно, как и дети Мука, маленькие, большие. Без денег и студенты, при том, что большинство из малообеспеченных семей или сироты. 480 гривен Юри хватало и на проезд, и на еду. Администрация и лицея в растерянности задолжали не только преподавателям и студентам, но и коммунальщикам. Вот-вот могут отключить газ, свет и воду. У нас уже мережи казначейства сняли. Так, как мы были прошлый год, а новое не включили никуда. Мы сейчас в воздухе, в таком повышенном состоянии. А все из-за изменений в законодательстве. С Нового года все ПТУ перешли на баланс местной власти. В Мукачеве же депутаты не заложили в бюджет расходы на их финансирование. Всего в городе три профтехучилища. В мэрии говорят, в казне денег не хватает. Место Мукачево готово финансовать профессионно-техническую освету, но через механизм субвенций. Чи то с областного бюджета, чи то с державного. Никаких субвенций, говорит глава Закарпатской обладминистрации. Нарушать закон не будут. А вот мукачевские городские власти его нарушают. Поэтому Геннадий Москаль намерен судиться. Это норма бюджетного кодекса, месячный термин. Мы вернемся первым, чтобы суд остановил дею бюджета Мукачева на 16-й год и обязал собрать очередную сессию и вынести вопросы и принять решение о финансировании. Сколько будут длиться тяжбы и как работать без денег? Вопросы без ответов. В ПТУ надеются, все решится уже на ближайшей сессии Мукачевского горсовета 11 февраля. Впрочем, пока вопроса о финансировании профтехучилищ, повестки дня нет. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. О деньгах закатанных в асфальт сегодня, которые были закатаны, к слову, в январе, сегодня попытался отчитаться Украфтодор. На что там потратили четверть миллиарда гривен, выделенных Кабмином? Сегодня мы получили от агентства письменный ответ. Уверяют, деньги распределили по регионам. Львиная доля, это 188 миллионов гривен, ушла на уборку снега и посыпку магистралей антискользящими смесями. Еще 28 миллионов на латание дыр в асфальте. Остальная сумма на замену дорожных знаков и освещение. ДТП с трагическим исходом произошло в Харькове. Там лоб в лоб столкнулись скорая и автобус. Водитель реанимобиля и санитарка погибли на месте. Фельдшер скончалась уже в больнице. В машине находилась мать с 4-летним мальчиком. Его везли в клинику. Оба получили множественные травмы. У ребенка были проблемы со свертывостью крови. Несколько часов врачи боролись за его жизнь, но спасти его не удалось. Пострадали также 8 пассажиров маршрутки. У них переломы и черепно-мозговые травмы. По предварительной версии, виновник аварии – водитель скорой помощи. На видеорегистраторе видно, что водитель лежит на руле в неестественной позе. То есть, учитывая силу удара и лобовое столкновение, есть основания подозревать, что что-то произошло с водителем. В Запорожье люди в камуфляже нагрянули в подпольное казино. Но не с обыском, а с погромом. Подробности нападения и как казино удавалось существовать в невидимом для правоохранителей режиме, расскажут наши корреспонденты. 11 вечера. Более полусотни парней в камуфляже врываются в ресторан «Консул». Внутри ковры, картины и горные столы – однорукие бандиты и ни малейшего намека на заведение общественного питания. Граждане, работники казино, вот, кишечки высыпают. Несколько минут и от подпольного казино ничего не остаётся. Вот здесь находится самое настоящее, находилось вернее, самое настоящее казино. Ответственность за содеянное взяла на себя местная самооборона. Говорят, такую акцию провели, чтобы привлечь внимание правоохранителей. Ведь казино много лет работает фактически через дорогу от управления полицией. Почему-то прокуратура не видит в действиях этого учреждения, не находит там преступных действий. И дело это закрывается, всё имущество им возвращается, и они продолжают безобразно работать. Видимо, чтобы раскрыть глаза правоохранителям, самообороновцы вызвали полицию. Наряд приехал, но вмешиваться не стал. Мы простояли на улице полтора часа, я говорил им, заходите, смотрите, то есть там находятся игроки, там находится обслуживающий персонал, то есть возьмите у них пояснение, чтобы это видно было, что это игорное заведение. Они мотивировали тем, что это не их компетенция. Самой полиции ситуацию не комментируют. Мол, в деле нет пострадавшей стороны. На действия самообороновцев никто не жаловался. Кто хозяин подпольного казино, точно неизвестно. По одним данным бизнесмены из соседнего Днепропетровска, по другим кто-то из бывших прокуроров области. Между тем, неизвестные настойчиво предложили самообороновцам погасить убытки, иначе их ждет расправа. Анна Демиденко, Сергей Бордюжа, Игорь Воробий. Подробности, телеканал Интер, Запорожье. Будет сидеть в СИЗО или дома? В апелляционном суде Киева сегодня слушалось дело Геннадия Корбана. Защита просит изменить ему меру пресечения. Заседали до позднего вечера, все видела Анна Каменева. Она с нами сейчас прямо на связи. Аня, здравствуй, расскажи, что решили. Здравствуй, Наталья. Заседание апелляционного суда закончилось чуть больше часа назад. Но, в общем, оно длилось около 8 часов. Суд несколько раз уходил на перерыв. В этот раз Геннадий Корбан был уже не в клетке, а в стеклянном боксе. Ведь в прошлый раз его адвокаты заявили, держать их подзащитного за решеткой – это нарушение прав человека. Ну а сегодняшнее заседание началось с ходатайства прокуратуры о необходимости вызова на допрос как свидетелей врачей из института Амосова, чтобы те предоставили данные о состоянии здоровья Корбана на момент его ареста. Против этого выступил сам подозреваемый, а также его адвокаты. Однако суд все же это прошение удовлетворил. После чего адвокаты Корбана заявили и потребовали также вызвать на допрос и других врачей. Врачей из больницы скорой помощи, которые обследовали Корбана во время судебного заседания в Днепровской рассуде в конце прошлого года, а также врачей из больницы Днепропетровска. Но вот когда именно вызовут на допрос медиков, пока неизвестно. Кроме того, защитники Корбана сегодня заявили и потребовали и вовсе госпитализировать их подзащитного. В итоге суд все же отклонил ходатайство адвокатов. И только под конец заседания, под вечер, перешел наконец к рассмотрению апелляционной жалобы по сути. Но не успев начать, суди решили уйти на перерыв. И вот почему. Апелляционный суд Киева уже месяц рассматривает жалобу защиты на арест Корбана. Адвокаты требуют смягчить ему меру пресечения содержания под стражей на взятие на поруки, залог или в крайнем случае на домашний арест. Но и напомню, что в конце прошлого года Днепровский рассуд поместил Корбана в СИЗО на два месяца, до 25 февраля. Наталья. Спасибо, Аня. Анна Каменева о сегодняшнем заседании апелляционного суда под делу Геннадия Корбана. Истории о своих подвигах уже третье заседание подряд слушают торнадовцы. Военная прокуратура подготовила обвинения на сотни страниц. Все подробности расскажет Ирина Романова. После того, как побратимы торнадовцев пытались прорваться на заседание Болонского райсуда под зданием усилили охрану. У входа внутри помещения, как и в прошлый раз, нацгвардейцы и правоохранители. На само заседание прессу не пускают. С обвиняемыми разрешают пообщаться буквально несколько минут. Легче всего сделать что? Заседание закрытым. Чтобы опять же страна не узнала правду. Кто мы на самом деле? Патриоты, каратели, негодяи. Мы надеемся на то, что суд вникнет в дело. Потому что доказательная база, опять же повторюсь, только на показаниях потерпевших сепаратистов, негодяев и беженцев. И все. Сегодня семерым задержанным из расформированной уже роты торнадо продолжат считать обвинительный акт. Им инкриминируют создание организованной преступной группировки, участие в насилии и пытках, незаконном завладении транспортным средством. Всего семь статей. До обеда военный прокурор успевает огласить 160 страниц из 275. Есть в материалах дела видео только следственных действий. А вообще-то по большому счету заявлялось, что есть видео как доказательство. То есть непосредственного преступления есть видео. Торнадо обвиняют в создании преступной группы на основании того, что у них была четкая дисциплина, подчинение друг другу. И они называли друг друга по кличкам, они говорят. Что это, если это не бред? Доказов страны обвинения достаточно, поэтому они будут доследованы в суде. Их... В связи с тем, что закрыто заседание, они будут доследованы в суде. Я не могу их назвать. Это решение суду, оно оборудовано тем, что в справе фигуруют злочины против статевой свободы. Расповедать на всю страну, каким самым чином особо катывало, это неправильно. Потерпевшие их 8 человек и все из Луганской области, а также несколько десятков свидетелей, начнут давать показания после объявления обвинения. Ирина Романова, Владлен Ноль, подробности, телеканал Интер. Регистрация машин без растаможки. Такое новшество предлагает транспортная регистрационная служба народа Украины. Что это за структура и законна ли ее деятельность, узнаем от Кристины Гошенко. Новость о старте работы организации под названием транспортная регистрационная служба народа Украины на своей странице в соцсети обнародовал Евгений Побережный из Львова. Написал, теперь иномарки можно регистрировать в стране без растаможки. Во Львовской области этим якобы будет заниматься местная территориальная община. На многочисленные вопросы интернет-пользователи Побережный утверждают, эта служба уже работает во всей Украине. Мы отправили Евгению письмо с просьбой более подробно рассказать о деятельности структуры. Ответ они получили, а вот водители в такую службу не верят, говорят, мошенничество не иначе. Тем не менее, в интернете мы нашли сайт транспортной регистрационной службы народа Украины. Здесь указаны номера телефонов, email и даже график работы. На звонки отвечает мужчина, но узнав, что интересуются журналисты, от ответов уходит. А вот с автомобилистами разговор другой. Нужно зайти на сайт транспортной регистрационной службы народа Украины. Там есть электронная почта. Вповеден, оставьте контактные данные, с вами связываются уполноваженные с регистрацией. Впрочем, о сколько обойдется регистрация авто без растаможки не говорит. Но обещает, срок исполнения 5 дней. Во Львовском региональном сервисном центре, где официально регистрируют машины, такие схемы называют незаконными. Транспортные средства, которые прошли соответствующие размытывания, заносятся в базу мытных документов. Если машина из других, частых других обставин, соответственно, не внесена в базу мытных документов, то регистрация транспортных средств не будет проводиться. Львовская территориальная община и ее транспортно-регистрационная служба народа уже заинтересовались в СБУ, но пока никаких комментариев. Кристина Гошенко, Юрий Голубенко, подробности, телеканал Интер, Львов. Во Львове полдня сегодня были закрыты 10 баров и ресторанов. Неизвестный сообщил о том, что все эти заведения заминированы. Электронное письмо в управление СБУ пришло в 7 утра. По адресам выехали взрывотехники, но ничего не обнаружили. Уже известно, что письмо было отправлено из Луганской области через российский почтовый сервис Яндекс. Кстати, анонимные сообщения о минировании ресторана Прага правоохранители получают каждый день, начиная с 26 января. Неизвестные требуют платить им по 10 тысяч гривен в неделю, иначе грозят взорвать заведение. Боевики из минометов обстреляли позиции украинских солдат в Красногоровке. Об этом заявляют в штабе сектора М. Ответный огонь армейские подразделения не открывали. Все подробности расскажет Вениамин Трубачев. Одна вражеская мина упала в поле, еще несколько в посадке, рассказывает боец с позывным Харунжей. Боевики обстреляли его позиции. Это случилось ночью. Было близко 10 разрывов, просто одни мины лягли дальше, одни ближче. Мы места не проверяем. То есть 10 лет лягало, так? Да, да, рядом нас. Днем тяжелые вооружения боевики не используют, но активизируется вражеский снайпер. Есть строительства, из которых постоянно работают вражеские снайперы. У них есть нормальные позиции, из которых они уже давно работают, и мы их знаем. Перебежками добираемся до самой крайней позиции военных. Дальше дорога закрыта. Через несколько километров начинается пригород Донецка. За этой посадкой уже находятся позиции боевиков. А это поле фактически нейтральная полоса, и оно заминировано. Находить здесь небезопасно, и периодически сюда подбираются вражеские диверсионные группы. И в основном это происходит ночью. Отсюда до окопов и блиндажей боевиков 300 метров, говорят бойцы. И просят от позиции далеко не отходить, чтобы не провоцировать противника. Свистят пули, аж долетают до нас, до леса. И лагерь иногда наши обстреливают. Украинские военные в ответ сегодня не стреляли. Да и на вражеские минометы ответить нечем. Все тяжелое вооружение отведено. Самое тяжелое, что здесь есть, это противотанковый гранатомет. То есть против таких обстрелов мы фактически бессильны. То есть мы должны просто где-то спрятать личный состав и переждать, пока этот обстрел пройдет. Благо, места, где можно спрятаться, достаточно. За долгие месяцы войны вся линия фронта здесь изрыта окопами. В тесноте да не в обиде. Это блиндаж совсем маленький, чуть больше метра в высоту. Зато очень надежные сверху две бетонные плиты. Военные, говорят, сможет выдержать даже прямое попадание артиллерийского снаряда. И во время обстрелов все бегут именно сюда. Здесь же бойцы и спят. Хоть и сыро, зато безопасно. Голубое часто мы будете бьет. С наступлением темноты военные снова занимают боевые позиции в ожидании новых обстрелов боевиков. Вениамин Трубачев, Игорь Сулий и Александр Ковтун. Подробности телеканал Интер Красногоровка, Донецкая область. Большой успех, компромисс или проигрыш? Великобритания получила проект нового соглашения с Европейским Союзом. Почему не все им довольны, разбиралась наш корреспондент в Лондоне Оксана Кундеренко. Всего лишь черновик. А сколько шуму наделал. Проект нового соглашения Великобритании и ЕС кто-то называет «прымогую», а кто-то «зрадую». Так что же выторговал Дэвид Кэмерон для своей страны? Как и обещал, меньше льготы для трудовых мигрантов. Так называемая система экстренного торможения позволит не платить им соцпомощь в первые 4 года работы в Великобритании. Но может быть отменена в любое время. А еще работникам из других стран ЕС британская казна будет выплачивать пособия на детей, которые остались дома. Все зафиксировано в документе. Многие не верили, что мы сможем добиться своего, но все написано черным по белому. Это настоящий прогресс. Нужно еще работать, конечно, корректировать детали. Но в главных четырех отраслях мы добились успеха. Еще одно достижение – это красная карточка. Право вето на решение ЕС, если против национальной парламенты. Но и тут лазейки требуются согласия 55% стран. Нашим гражданам необходимо контролировать собственные законы, экономику и границы. Поэтому остается одно – выйти из состава ЕС. Что касается дальнейшего сближения стран Европы, его не будет. Как и поблажек тем, кто входит в еврозону. Тут Кэмерон остался доволен и получил зеленый свет для референдума, который может состояться уже в июне. Я не спорю, даже после всех изменений Евросоюз не стал идеальной организацией. Нужны реформы и Британии стоит оставаться в строю, чтобы их проводить. В самом Брюсселе отреагировали сдержанно и задались вечным гамлетовским вопросом – быть или не быть вместе. Дональду Туску теперь предстоит убедить всех лидеров ЕС принять соглашение в его нынешнем виде. Дэвиду Кэмерону тоже. Он уже давно разъезжает по Европе, убеждая власти каждой страны стать на свою сторону. На этой неделе у главы правительства запланированы командировки в Польшу и Данию, а в конце месяца – саммит в Брюсселе, где соглашение либо одобрят, либо отправят на доработку. Оксана Кундеренко, Иван Ермаков. Подробности – Британское бюро телеканала «Интер». В США в штате Айова состоялись первые праймерис, внутри партийные выборы, в ходе которых определят кандидатов в президенты от Демократической и Республиканской партий. Результат удивил многих. Фавориты гонки набрали гораздо меньше голосов, чем ожидалось. Почему расклад так резко изменился? С подробностями наш собственный корреспондент в США Тихон Дзитко. Первые праймерисы, первые сюрпризы. Причем и у демократов, и у республиканцев. Первое место у республиканцев занял сенатор от Техаса, консерватор Тед Круз. У него 28%. Выступление после объявления итогов – полная уверенность в дальнейшем успехе. Сегодня победил народ. Сегодня победили прекрасные консерваторы Айова и нашей великой страны. Сегодня жители Айовы сказали, что кандидат от республиканской партии и будущий президент США будет избран не СМИ, не лоббистами и не вашингтонской элитой, а американским народом. Круз опередил бизнесмена Дональда Трампа, который на втором месте на 4 пункта. У Трампа 24%. Это один из главных сюрпризов. Первых праймерис, ведь Трамп по всем опросам лидировал с начала лета. И его победа в Айове многим казалась неизбежной. Некоторые журналисты теперь говорят, что поражение в Айове – это начало конца, короткой, но яркой политической карьеры Трампа. Сам Трамп утверждает – все только начинается. Я стану кандидатом от республиканской партии, и мы с легкостью выиграем у Хиллари Клинтон, Берни Сандерса и кого угодно еще. Спасибо, Айова. Мы обязательно вернемся сюда. И не раз. Я даже думаю приехать сюда и купить здесь ферму. Впрочем, это скорее хорошая мина при плохой игре, ведь сенатора Марко Рубио, который на третьем месте, Трампа перейдил всего на 1%. Рубио может быть доволен своим результатом. Известно, что в руководстве республиканской партии к Трампу и Крузу относятся прохладно, а потому Рубио может рассчитывать на скорую поддержку. Не обошлось без сюрпризов и в демократическом лагере Хиллари Клинтон, которая еще пару месяцев назад считалась безусловным фаворитом, опередила своего оппонента, сенатора от Вермонта Берни Сандерса, на какие-то ничтожные 0,2%. 49,8% против 49,6%. Жители Айовы отправили четкий и понятный сигнал политической и экономической элите, а также элите в СМИ. Сигнал о том, что на фоне кризисов, которые угрожают нашей стране, их время вышло. Какой невероятный вечер, какая прекрасная компания. Для меня было огромной честью вести эту компанию в Айове со многими из вас, кто хочет построить лучшее будущее для демократической партии и Соединенных Штатов Америки. Итак, интрига нарастает, а кандидаты уже отправились агитировать за себя в следующий штат, где пройдут праймерис Нью-Гэмпшир. Там голосование состоится через неделю. Тихон Зитко, Никита Исайко. Подробности Американское бюро телеканала Интер. В Сомали на борту аэробуса 321 взорвалась бомба. Инцидент произошел вскоре после вылета лайнера из столичного аэропорта. В обшивке образовалась пробоина, но пилот сумел экстренно посадить самолет. По некоторым данным, один человек погиб, двое получили ранения. Предположительно, бомбу на борт принес кто-то из пассажиров. Потрошители плюшевых межек в сети, кормящие депутаты в австралийском парламенте. Об этом не только в нашем обзоре. Соской в парламент. Австралийским женщинам-депутатам разрешили кормить грудью без отрыва от производства. Ранее новоиспеченные мамы были вынуждены отправлять на голосование своих представителей. Теперь же былой запрет признали устаревшим. Приводить на работу своих детей также могут и отцы семейства. Зима, которую сполна ощутили в этом году американцы, вскоре отступит. Во всяком случае, таков прогноз от популярного предсказателя погоды 40-ка Филла. Считается, если зверек, выйдя из норы, не заметит свою тень, скоро придет весна. Именно так повел себя Филл в этом году. Точность прогнозов 40-ка 39%. Необычная канцелярия. 19-летний непалец засунул в рот 138 карандашей. Таким образом, Раджата Папа бил мировой рекорд, обогнав на 46 предметов своего предшественника. Учителя из Мумбаи по прозвищу Макси Рот. Чтобы еще больше поразить публику, Тапа в завершении едва не заглотила хапку пылающих свечей. Он утверждает, это лишь начало. И уже готовит новое шоу. У итальянского бизнесмена изъяли бывшую яхту диктатора Муссолини. Судно под названием «Черное пламя» принадлежало 68-летнему Сальваторо Скеланте. Его заподозрили в связях с мафией. Все имущество забрали, а самого бизнесмена арестовали. Яхту в свое время подарил Муссолини друг, а в 43-м ее потопили. После завершения Второй мировой подняли и восстановили. Танец в медвежьей шкуре. Новый вум в соцсетей. Среди пользователей набирает популярность весьма странное развлечение. Выпотрошив игрушечных мишек, они напяливают на себя плюшевую оболочку, включают музыку и пускаются в пляс. Все это снимают на видео и размещают ролик в сети. Новый тренд появился всего несколько дней назад. Он пока не имеет названия. Корабль «Призрак» взяли на буксир. Неуправляемое гигантское судно, которое могло разбиться у французского побережья, вернули под контроль. Корабль постарается отбуксировать в один из испанских портов. Сухогруз «Современный экспресс» начал крениться неделю назад из-за смещения груза. Экипаж эвакуировали. Семь дней корабль дрейповал в Бискайском заливе. Это грозило экологической катастрофой из-за возможной утечки топлива. Сегодня год, как от нас ушел Кузьма Скрябин. Активисты провели автопробег в его память. Напомню, машина Кузьмы столкнулась на повороте с молоковозом. Это произошло на 86-м километре трассы Кировоград-Запорожье. Кузьма Скрябин погиб на месте. Сразу после аварии было много слухов. Говорили даже о покушении. Но в полицию уверяют, все версии внимательно изучили. И единственная причина ДТП – это превышение скорости. Следствие проверило абсолютно все версии, которые выдвигались в средствах массовой информации. В том числе они не нашли подтверждения. Дело было закрыто, так как причиной дорожно-транспортного происшествия стало несоблюдение водителям скоростного режима. Радость для любителей футбола. Матч 1-8 финала Лиги чемпионов. Динамо Манчестер Сити все же смогут посетить болельщики. Киевскому клубу удалось добиться отмены дисквалификации трибуны НСК Олимпийского. Напомню, УФА применила такое наказание после драки на стадионе во время октябрьского марча с Челси. И вот, как нам прокомментировал сегодняшнее решение УФА президент футбольного клуба «Динамо» «Динамо Киев» Игорь Суркис. Мы очень рады, что апелляционная станция УФА приняла наши доводы. И благодаря этому матчу против Манчестер Сити на НСК Олимпийском пройдется зрительность. Я думаю, что это прекрасная новость не только для клуба, но и для тысяч болельщиков, желающих посетить первый поединок плывов Лиги чемпионов в столице Украины. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности Юэ. Я прощаюсь с вами до завтра. Хороших вам новостей. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok